И в продолжение темы. Новосибирские сугробы в этом январе бьют рекорды за последние 100 лет. Высоту измерили синоптики гидрометцентра. Итог 61 сантиметр только за этот месяц. Со снегом не справляются ни дорожные службы, ни управляющие компании, которые обязаны расчищать придомовые территории. Что делать, если сугробы во дворе достигли нескольких метров, выяснил Борис Киргенеков. Центральный район Новосибирска. Улица Никитина. Дом номер 70. Здесь с самого утра работают дворники. Дорога и тротуары расчищены. Везде посыпан песок. Ситуациям к нам приехал ревизор. Сегодня здесь проверка специалисты профильного департамента мэрии. Проверяют работу управляющей компании. Но Анатолий Николаевич, который прожил в этом доме почти полвека, уверяет. Коммунальщики так постарались только перед приездом комиссии. Еще вчера пройти по тротуару было трудно. Вот так вот был кругом снег. Это вот свеже. Если это было бы не убрато свеже, то буквально снег бы уже вот этот зелененький тротуар и все бы он занес. А так, ну это уже наглядно видно, что это убрато только вчера. И тем более свежий песочек. Постарались? Постарались. Было бы так, наверное, каждый день. Было бы спасибо тогда сказано. Коммунальщики говорят, осадков выпало втрое больше по сравнению с прошлым годом. Чтобы очистить дворы, необходимо оплачивать дополнительные часы работы водителя уборочной техники. Это отразится в счетах жильцов за оплату коммуналки. На это люди согласны. А вот на вывоз снега нет. Поэтому под окнами домов вырастают гигантские сугробы. Но не все управляющие компании качественно выполняют свою работу. Нарушений десятки. За эту неделю, значит, я уже сделала 16 выездов в управляющие компании. Составлено 16 актов. Осмотрено 115 домов. На 115 домах выявлено 103 замечания. Сейчас на оформлении протокола. То есть получается почти 90 с лишним процентов? Получается так. Штраф за нарушение от 10 до 20 тысяч рублей. Но многие управляющие компании не боятся танкций. Если в высотных домах жильцы могут количеством повлиять на коммунальщиков, то у собственников квартир в малоэтажках таких вариантов нет. И снег во дворах не убирают вовсе. А вот дом двумя кварталами ниже того, где сегодня работы управляющие компании проверяли сотрудники мэрии. Улица Дегабристов, дом номер 105. Вместо детской площадки горы снега. Здесь малыши могут разве что снеговика слепить. Подходы к дому не широкие тротуары, а узкие тропинки. Шаг влево, шаг вправо и ты провалился в снег. Дом обслуживает компания МКС Новосибирск. Жильцы рассказывают, снег убирают сами. Около домов тоже маленький трактор как-то проезжал. Один раз мы его видели за зиму. Я, по крайней мере, один раз видела. Потому что перед подъездами наваливают снег, который не всегда убирает. Зачастую приходится самой его разгребать, чтобы элементарно из дома выйти. Чтобы пожаловаться на работу управляющей компании, необходимо оставить претензию в муниципальной жилищной инспекции. Телефон 228-88-04. Борис Киргенеков, Алексей Зубила. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова